Его осень считает цыплят, а сам он брызгами наружу раздает солнце. Поэтому музыкант Гуша Катушкин живет в своих песнях. Лирический, задумчивый, влюбленный. А начиналось все творчество с вполне прозаического желания. Просто как-то я закончил университет, я понял, что я не хочу работать. Понял, что единственный способ как-то тогда обосноваться в мире, это, наверное, заниматься тем, что тебе действительно нравится. Так химик-технолог стал музыкантом. Стиль и манеру исполнения Гуши одни называют эклектикой, другие видят в этом современный авангард. Сам Катушкин свои песни сравнивает с исследованиями. Возможно, не научными, но жизненными. Где-то у меня был такой случай в сумах, кажется. Подходит мужик такой и говорит, слушай, о чем ты поешь вообще? Тут женат или ты сидел, может быть, о чем ты вообще поешь? Но Катушкин не женат и не отбывал срок. У него другие источники вдохновения. Может быть, тоска по тому или другому, смеется музыкант. Там был последний день в Крыму. Посмотрели в дэна, посмотрели в дэна. Его песни личные, признается Катушкин. В некоторых реальные ситуации из жизни. Только написаны они о будущих событиях. Гуша поет про ноябрь, который никогда не кончится. Про пальцы якоря и последний день в Крыму. Но он не романтик. Хотя иногда заносит, признается музыкант. Жизнь требует быть реалистом. Просто Гуша научился смотреть глубже во все происходящее вокруг. Не без чувства юмора. Я понимаю, что там много грусти, печали меня съедают на первый взгляд. Но в то же время очень нередкие случаи, когда после концерта подходит люди и говорят «Спасибо, вы так меня зарядили по сделанам, просто ну вообще от души». И я их понимаю, потому что никакой безысходности там нет. И эту волю Гуша Катушкин дает в своем творчестве. Он наполняет музыку шепотом, перезвонами. Выступает босиком. Так удобнее отстукивать ритм. Гуша Катушкин – уменьшительно ласкательный вариант паспортных данных. Это персонаж. В некоторой степени кристаллизация самого себя, говорит музыкант. Если Сергей Колесников был со сценой на «вы», то Гуша Катушкин 8 лет назад смело начал заниматься сольной деятельностью. И вполне успешно. За плечами музыканта больше 50 городов, которые слышали его гитару. Переезды дороги – новые города. Такова жизнь музыканта. Вероятно, поэтому ему во многом близко то самое «Эхо тысячи вокзалов», о котором он поет вместе с Марией Чайковской. Эта песня стала настоящим интернет-хитом с сотнями тысяч просмотров. Песня задумалась как шутка. Как некая такая... Ну, калаш, не сказать, пародия. Просто взятые стихотворения, смешанные, что-то дописано, переделано. Это был подарок на день рождения Жене. Свою, собственно, автору трех стихотворений, из которых склеены и как-то так вот составлены стихотексты этой песни. Песня получилась многослойной. А такой музыкальный подарок оценили даже на центральном телевидении. Как признался ведущий Иван Ургант, вся редакция в течение недели напевала нехитрый мотив. Гуша Катушкин и сам не скрывает того, что когда песня была написана, он пел ее по 30 раз в день. Для сочинения собственных хитов у него свои правила. В последнее время мы отталкивались от... Вот именно от ощущений. Есть слова, когда ты что-то сказал, и за этим всем, независимо от того, даже не просто написанное там на стене или что-то, за ними есть какая-то такая бездна какая-то. И в этой бездне Катушкин ищет эмоции, а уже их превращает в мелодию и наполняет словами. Вот такая философия творчества, в которой есть место всем, даже чебурашке. Это некая такая милая, пушистая сущность с явным, с одной стороны, дефектом, да, большими ушами, но с другой стороны, при этом всем довольно органичный, забавно смотрящийся, который находится в постоянном поиске друзей. Но я, собственно, этим и занимался всю свою жизнь. Главное найти друга в самом себе, считает Катушкин. Чебурашкой Гуша называет внутреннего товарища. Причем его зверек чрезвычайно редкий, потому что альбинос. Зверяк, он теперь улыбается, Точится носиком мокрым в ладушку. Чебурашка, альбинос, чебурашка. Осень он считает периодом, когда стоит начать делать что-то новое. Сейчас, пожалуй, самое подходящее время. В середине октября у Катушкина презентация альбома.